здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана суббота 30 июля очень мистический день который может свернуть вас с истинного пути сегодняшнем видео вы все узнаете суббота 30 июля наполнена энергетическими потоками позволяющими браться за любые начинания при этом следует соблюдать осторожность день управляемый нейтральными третьими лунными сутками может стать причиной длительных неурядиц если вы сойдете с истинного пути сегодня нельзя идти на поводу сомнений проявлять пассивность и раздражительность луна во льве усиливает творческие способности но вместе с тем усиливает эгоизм вы подсознательно пытаетесь заставить окружающих забыть о семье и посвятить период решению ваших проблем поскольку они действуют также возможно возникновение конфликтных ситуаций будьте предельно аккуратны и доброжелательны тогда неприятностей удастся избежать крайне важно настроиться на позитивный вас поскольку в этом случае вы сумеете заручиться поддержкой луны и обеспечить себе удачу на весь месяц не будете стратить энергию на новые начинания поскольку она непременно вернется в удвоенном виде однако важно чтобы ваши усилия были направлены только во благо удача 3 луны сутки будет сопутствовать решительным но вдумчивым людям остерегайтесь из-за вышенного самомнения и импульсивных действий поддавшись ее минутным желанием вы можете совершить ошибку который еще не раз напомнит о себе в будущем поэтому перед принятием любого решения обязательно оценивайте все возможные последствия одним из символов дня является гепард готовый к прыжку животное очень тонко характеризует этот период она демонстрирует напор быстротом однако чутко реагирует на любые изменения обстановки молниеносно принимая решение подобное поведение самый лучший план действий на 3 луны сутки действуйте активно стремитесь к цели но успевайте анализировать ситуацию обращая внимание на детали остерегайтесь бездействия сегодня она может привести к ухудшению самочувствия сегодня недопустимо гневаться на себя или окружающих поэтому прислушайтесь ко всем изменениям своего настроения уничтожая злость в зародыши особенно внимательными необходимо быть первые плани дня если вы удержитесь от мрачных мыслей сохраните позитивный взгляд на жизнь и избежите конфликтов а вселенная щедро одарит вас за стороне день не подходит для получения знаний поскольку сконцентрироваться на изучаемом материале получится далеко не у каждого понимание новой информации почти отсутствует однако можно освежить память повторяя то что было изучено ранее также не стоит начинать с этого дня посещение курсов или подавать заявку на их прохождение поскольку это может спровоцировать сложности в учебе любые физические нагрузки принесут пользу даже если раньше вы не занимались спортом разумеется не стоит начинать перегружать организм но и проводить время бездействия нежелательно посетите бассейн начните утро с пробежки посетите фитнес-клуб кроме того третий лунный суд идеально для любых занятий луна советует день потребует от вас решительного и настойчивого движения к поставленной цели это удачная пора для старта новых проектов однако перед принятием окончательного решения важно оценить все плюсы и минусы сегодня нельзя сдавать позиции что может стать причиной конфликтов поэтому важно демонстрировать дипломатические качества чтобы сдержать негатив предпочтительно индивидуальная деятельность но отказываться от общения с коллегами или деловыми партнерами не стоит не позволяйте собой манипулировать отстаивайте позицию которую придерживаетесь различные монтирум будут удачными но только если вы являетесь их инициатором отличный день для работников торговли однако в остальных сферах с финансами следует быть аккуратнее не лучшее время для покупки недвижимости земельного участка или инвестирование поход по магазинам будет удачным но только если является запланированным а список покупок давно составлен не занимайте не одолжите деньги чтобы избежать финансовых потерь несмотря на сильную энергетику дня заниматься домашними делами не стоит сегодня ваши действия будут иметь разрушительный характер если вы все же отважитесь протереть пыль или изменить декор помещения действуйте предельно аккуратно чтобы не нарушить энергетику дома и избежать повреждений элементов интерьера лучше всего займитесь готовкой блюда сегодня получаются особенно вкусными хороший день для общения с людьми которых вы хорошо знаете поскольку в утренние часы энергетика дню особенно накалена все встречи лучше перенести на вторую половину суток новые знакомства нежелательно поскольку найти общий язык будет проблематично в отношениях с любимым человеком проявите деликатности так запрещено выяснять отношения спорить даже если кажется что это кажется вполне закономерным простите второй планки не сдержанность и продемонстрируйте свою любовь упреки могут разрушить чувства поэтому забудьте о них поездки могут обернуться существенными неприятностями связанными со здоровьем поэтому постарайтесь их отложить если же вы все-таки отправитесь путь будьте предельно аккуратны особенно осторожность соблюдайте за рулем время растущей луны хорошо подходит для привлечения богатства богополучия также день хорош для любовной магии чтобы усилить действие ритуалов держите при себе минерал подобранный по дате рождения для привлечения богатства обряд поможет если заработанные вами деньги постоянно утекают из дома а внезапные незапланированные траты стали нормой ну и редким исключением течение сегодня просто положите свой кошелек на подоконник достаточно даже на час когда оставите скажите такие слова пусть денежный поток ко мне идет с пути не свернет солнце мой кошелек освещает все деньги ко мне привлекает да будет так вот проговариваем три раза и оставляйте свой кошелек хотя бы на час потом и можно пользоваться чтобы удачу к себе привязать ритуал проводится вечером после заката примите душ ну или просто умойтесь водой выйдите на балкон если такой возможности нету просто откройте окно далее станете так чтобы в него видеть небо почувствуйте как вас наполняет силу затем когда почувствуйте что вы готовы проговорите месяц он долой серпит молодой как тебе без небосвода не быть так и мне с удачей в роз невмоготу жить пошли мне везение надежду и веру в себя пусть твои дары ко мне придут завтра с утра мой дом войдут превратимые слова хорошие дела да будет так проговариваем три раза когда закончили говорить постойте еще некоторое время представляю как ваше тело омывает потоки космической энергии через несколько минут завершите практику обязательно благодарите месяца за помощь утром вы уже проснетесь с уверенностью что вам все по плечу а в жизни начинается светлая полоса чтобы привлечь любовь время растущей луны идеально подходит для семейного счастья утром или днем купите им белую свечу когда стемнеет поставьте ее на подоконник и зажгите глядя на пламя скажите светлая свечка сияет мою жизнь освещает она ко мне любимого привлекает наши сердца соединяет пусть тебя мне мой ангел-хранитель пошлет и наша встреча непременно произойдет наша любовь пускай разгорится наши судьбы навек сплетутся счастьем на долгие годы обернуться да будет так проговорить нужно три раза когда закончили говорить просто смотрите на огонь пока свечка не догорит затем заверните огарочек любую ткань и спрячьте себе под подушку пусть он у вас полежит сутки потом отнесите по дерево все в скором времени вы встретите свою любовь на по народным приметам 30 июля отмечают и день марины и лазаря порожденные 30 июля львы яркие властные их трудно не заметить коллективе к тому же они сами прикладывают к этому немало усилий желать сиять и всегда быть центре внимания несмотря на достаточно дружелюбный характер могут проявляться черты заносчивости и высокомерия которые конечно негативно влияет на отношения с окружающими для достижения успеха в карьере обладают всеми нужными чертами чаще всего их привлекает бизнес в развлекательной либо музыкальной индустрии ну а талисман для рожденных является я согласно примете 30 июля в небе всегда были видны молнии а вот дождь при этом лишь шел иногда смотрите небо призорницам было категорически запрещено так как это сулило слепотой или возгоранием дома в этот день проводили очень интересную практику чтобы ваш дом всегда был полной чашей делали специальный продуктовый обряд 30 июля брали большую корзинку клали в нее все самые лучшие продукты какие только можно себе позволить сегодня это овощи фрукты мясо свежий хлеб яйца потом ставили корзинку на стол и говорили такие слова корзина продуктами полнится день ото дня будет моем доме благосостояние навсегда нам лазари марина помогает и от голода защищает не дадут без денег вернуться назад да будет так оставляли корзинку хотя бы на час а потом уже готовили ужин из этих продуктов сны в этот день пророческие которые реализуются через один-три месяца и по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложится спать обязательно проговорю им такие слова меня сегодня ничего не беспокоит мой разум в полном спокойствии вот повторяем один раз вы посмотрите что вы себя будете чувствовать великолепно я и Субтитры создавал DimaTorzok